Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы вновь скрываем сундуки, но уже делаем это при 40-ом знании артефакта. Итак, как я по-умному сделал, когда только стартануло обновление 7.2, я сразу же зашел, не дожидаясь окончания техобслуживания. Как они писали, то что техобслуживание 28 марта, еще когда выходило 7.2, оно будет до 12 МСК. Но я человек прошаренный в этом, играю долго и понял то, что относительно недолго будет это техобслуживание. Я зашел спокойно и в 8 МСК начал делать цепочку, и к 9 по Москве я ее сделал. И тем самым получил 26-ое знание и поставил на изучение дальше. И таким образом в 13 по своему местному времени я получаю новое знание. Ну, у меня плюс 4 от Москвы, Сибирь. Итак, 39-ое, юзаем и получаем 40-ое. 4 миллиона силы артефакта плюсом. И, как говорили, можно купить сразу на твинков 40-ое. Да, все верно. Я куплю одно и еще одно. Я вышлю ее на паладина и на струидика своего. Ну что, давайте сейчас на войне поделаем все это дело. Что я сделал? Смотрите. Новые же сундуки у нас появляются из 10 МСК. А я решил не скрывать конкретно там 31-го, 1-го числа. А я решил скрыть все сегодня перед ресетом. Вот так вот. Абсолютно на всех персонажах. Ну что, защита? Поехали. Да уж, такое себе. Мы получаем горищу силы артефакта. 200 миллионов. Я не помню, какой ключ я закрывал на той неделе. По-моему, это было что-то в районе 18-го или 20-го. Но это реально классно. Давайте купим еще 10 аксессуаров за осколки пустоты. И скроем ящички за припасы. И проюзаем и АП-шку, и может и легендарка упадет, и может что-то еще интересное упадет. Итак. Да, осколки берег. Все верно. Сейчас изи дропнем 17-й лего. Фиксируйте. Все-таки легендарные перчатки это последний легендарный предмет, который мне нужен на моего воина. Легендарные перчатки на армсвара, которые, по-моему, от смертельного удара возвращают ярость. Ну, просто, знаете, так для галочки, для коллекции, что ли, то, что все легендарки до 7-2-5, ну и чтобы при выбивании новых легендарок не падали старые. Это весьма выгодно. А плечик я тебе продаю, они ни к чему, мне 905-й с критом. Смысл? Так, я что думаю? Мне нужна почта. Почты тут, по-моему, нигде нет. Или я ошибаюсь? Ну да ладно. Сейчас мы вызовем самого полезного питомца в этой игре, это оруженоса серебряного авангарда. Все-таки при выполненной цепочке он получает доступ к почте. Одно на друида. И одно на паладина. Да. Еще вот так вот сделаем. Почетные знаки эти перешлем. А и как бы все, больше высылать-то и нечего. Угу. Ну, хотя, знаете, чтобы нам не мешалось это дело, вышлем это огромнейшее количество рум. Туда же. Пускай лежат на почте. Отдыхают, так сказать, набираются сил. Вот это сюда. Ну, маленько, все-таки, места стало побольше. Я рад этому. Ну что, начинаем. Куда мы будем вливать? Мы будем вливать, пожалуй, в башню. Хотя наш голос не особо на что-то повлияет. Но все же. Побольше бы двойных АПшек проковало, на самом деле, было бы реально классно. А то они 16, 16, 16, 16. Ну, прокни, что ли, ну. 16. Что еще классно то, что... Через сколько там, по-моему? Ну да, через 2 часа. Через 2, 47 подвезут еще 500 припасов. А он двойная прокнула, одна всего лишь. Так вообще неинтересно. Ну окей. Вскрываем сундучки. Добыча на оружие. Угу. Поехали. Ага, ресурсы эти падают, падают, и падают, и падают. Ну, как бы классно. А толку мне с них? Если их уже около 160 тысяч. Хорошо, я вскрыл их все, мне ничего не упало. Ладно. Эх, а теперь покупаем аксессуары. Сейчас какой-нибудь макросик напишу, чтобы быстро закупить. Так, нам нужен вот этот макросик. И, пожалуй, мы вытащим его на панельку. Вот так вот. Так. Мена. Да, все верно, покупаются аксессуары. Угу. Так, тихо. Подожди, надо на оружие... Ой, надо с оружия снять и поставить защиту. Ну давай. Так, это что? На продажу. На продажу. Это тоже на продажу. Это тоже. Хм, тем более. На продажу. Это я даже аннигилировать не смогу. На продажу. Тоже на продажу. Ну вот, потом только еще попробуйте сказать мне то, что после этого я самый везущий человек. Ага. Так, по-моему, на войне я сделал все. Ну, потом я еще сделаю локалочки и вскрою еще два сундучка. Но это уже будет вне, так сказать, этих делов моих. Получается, что ровное количество на всех локалочках теперь. Ну, классненько, классненько, на самом деле. Окей. Одеваем шмот максимального эквипа, хотя он и так был одет. И выходим из игры, заходим на паладин. А сейчас вскроем на паладинчике. Я вот не знаю, на самом деле, как бы сделать по-умному. Мы же все-таки в киберспортивную игру играем. И каждая мелочь важна. С момента старта 7.2.5, с недельных сундуков, вы будете получать 20 эссенций. Собрав 50 штук, легендарную вещицу можно будет апнуть с 940 до 970. А да и суть-то в чем? Я думаю, что, как вариант, аналогично так же утром до обновления серверов скрыть сундуки, которые я смогу открыть именно сегодня. То есть открыть их не сегодня, не завтра, а открыть их перед ресетом 14-го числа утром. Потому что, знаете, получается так, что... Эти-то самые нужны. Как их называют? Эссенции радиапа-легендарки. Ну, я, конечно, глупо сделал. Надо было сначала знания забрать, а потом завершить квест этого оплота. Ладно. Не особо влияет. Сейчас возьмем на мобильность талантику. Я то взял вообще? Нет, я не то взял. Вот, вот теперь то взял. Хотя можно было и тот еще талант взять, скомбинировать, так сказать. Ну, ладно. Мне всего лишь-то надо из оплота выбежать для Ивси. Надеюсь, что я на паладине закрывал в эту неделю. Если не закрывал, сейчас получится очень весело. Нет, по-моему, закрывал. Ну, да, я еще стоял и дополнительно подхиливал. Этот мучительный. Было-было дело. Очень оптимизированный долларан. Быстро грузится. Счастья, здоровья там. Всех благ, легендарок побольше. Друидам повезло в этом плане. Потому что у них хотя бы почта во плоти есть. За другие классы я не в курсе, но вот у паладина с воином, увы, нет. Так, было там какое у нас здание? 38-ое. Ну, теперь будет 40-ое. Да? Не понял. А-а-а! Они уже у меня изучены. Ну, ладно. 500 ресурсов на воине особой роли не сыграют на самом-то деле. А я-то думал. Стремлер? Не могу мозгом думать на самом деле. Sorry. Так, текущая специализация. Защита. Поехали. Это какие-то перчаточки. Перчаточки, скорость, крит. Есть смысл у меня с них? Смысла с них нету. Хорошо. Ну, плохо на самом деле, если честно. Очень-очень плохо. Продаем, да и все. Надо будет потом артефактик вкачать, перед тем, как в инст пойду. А сейчас быстренько пойдем на друиде вскроем. Может на друиде что недельного пойдешь? Легендарочка. Даже. Посмотрим. Ну, поехали. Начинаем заранее глянуть, то, что изучены у меня книжки или нет. Посмотреть на все это. Вот, кстати, совет-то хороший на самом деле. Я их периодически читаю и начинаю все больше осознавать комьюнити и отношения. Мое к нему, его ко мне. Игровой интерфейс настраивается по своему вкусу. И вот эти вот сообщения по типу. Прия! У тебя там... Вот фреймы игроков, они должны быть не здесь. Да идите вы вообще далеко со своим мнением куда-либо. Я как хочу, так и играю. Успокойтесь, что ли. Самое главное, чтобы мне было удобно. Все, сороковое. Отлично. Руны пускай лежат, а вот это вот все я заберу. Да. Это полезно, между прочим, так распылять периодически. Так. Так-так-так-так-так-так-так. Как раз АП-шку еще заберем по цирковым знаниям. Ну что? Специализация страж. Поехали. Это что такое? Это я ни разу не видел такого нагрудника интересного. Это, наверное, с этой. С собора, как вариант. Покрытый спорами жилет. Ну-ка. Мне аж даже интересно стало. Ну, я не знаю, одеть, не одеть его. Что-то сложно. Да, на самом деле, крита меньшая доля, так что почему бы и нет. А старый можно распылить. Да. Что мы будем вкачивать в этот раз? В этот раз мы будем вкачивать сейв. Селение сейва. Да. Ну все, сейчас потихоньку начнет артефакт раскачиваться на твинках. Наконец-то. Пора бы уже. Так, ну и тут я десяточку закрыл. В общем, я не знаю, когда вскрывать, когда сделать по-нормальному это все. То, что сделать именно в среду при выходе. 7.2.5. Или вообще, допустим, конкретно сейчас взять и следом через часик еще один видосик записать. Ну, вам-то, конечно, вам интереснее, чтобы они почаще были. Но все же, чаще, чем раз в неделю, я не могу. Ой, а хотелось бы, кстати. Ну. Ладно. В общем, сороковые знания получены. Все классно на самом деле. Всех вам благ, счастья, здоровья. Что мы теперь будем делать? Рейтики будем собирать еженедельно. Будем собирать все, кроме цель и ночи. Нормала с ХМом, скорее всего. Потому что нормалы ХМ. Я буду теперь ходить с гильдией. Раньше я позволял себе проходить с вами. По причине того, что люди в гильдии, ну, допустим, хотели пронести тогда, когда у них есть на это время. А не тогда, когда получено максимальное знание. И именно поэтому я игнорировал их походы. Либо ходил с ними на твинках. Ну, а конкретно на войне я ходил с вами до сегодняшней недели. Я надеюсь, вы найдете себе какой-нибудь там ХМ, нормал, статик. Все-таки немало людей я взял с собой и пододел хоть как-то. Некоторые люди там оделись до 900-го. Кто-то дропнул в две легендарки. Копсик, привет. Вот. То есть, ну, вообще все классно на самом деле получилось. Я доволен то, что рейдики относительно неплохо проходили. К тому же, рейдики проходили весьма полезно по одной простой причине. Мне дали 925-е кольцо. Друиду Хиллу, относительно рандому, который ходил с нами. Ходила, по-моему, даже. Ей упало это колечко. Люди все в чате, ну, так, прибалдели маленько. Мол, типа, ну, ничего себе, классное колечко на относительно не одетого друля. Ну, на самом деле, честно вам скажу, эквипа в районе 900-го, это сейчас, ну, такой, ниже среднего, если честно. Вот. И я пишу, тебе говорю, колечко надо? Говорит, ну, могу отдать. А как выяснилось, у нее есть легендарное колечко на рестор друля. Ну, и я радостно и довольный изочарил его быстренько и одел. Все. Теперь все классно на самом деле. И статы хорошие при соло-таргет-эквипе 27.5, 68.4. И вообще все классно на самом деле. Ладно, пора заканчивать уже свои эти монотонные диалоги, монологи. Всех вам благ, счастья, здоровья. А я, тем временем, скоро, может, 60-й аппу. Может, даже до сегодняшнего стрима. Вот. В общем, качаемся, качаемся, мутим мутки. Ну, стартуем в гробницу, делаем все вещи. И вообще все классно будет, в общем, в ближайшее время. Если какие-то вопросики у вас там есть по игровой, неигровой механике, вы что-нибудь в комментарии пишите. Вот. Как у меня времечко будет, я отвечу вам обязательно. Да и аналитику не забывайте смотреть. По, в общем, этим самым... По Энх Шаманам есть подробнейшая аналитика от Тессарина. Недавно вышла. И от Суши Бека по Демон Хантерам. Реально, если вам оно интересно, если хотите поанализировать, подумать насчет своих этих же классов, то обязательно посмотрите. И про капы рассказаны, и про релики, и про прочие моменты. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова